Всем здравствуйте! Меня зовут Марина. Сегодня я хочу попробовать на губах пробники Арифлейм. Пробники помад от Арифлейм, которые я заказала в прошлом 14 каталоге. Я заказывала 10 пробников, которые были варианты в прошлом каталоге, но мне по ошибке прислали два одинаковых и один цвет не прислали. И также у меня есть еще один пробник от кремовой помады On Color. Цвет розовый беж, по-моему. Я подпишу, если я неправильно сейчас вам говорю. И мы тоже его попробуем. Давайте с него и начнем. Я приготовила на столе все необходимое. У меня мицеллярная вода, ватные диски, спонж, если нужно будет подправить вокруг губ тон. Поэтому все необходимое. Вот такой тон. Это кремовая помада On Color розовый беж. Вы знаете, на губах сейчас я смотрю в зеркало и вижу именно розовый беж. Совершенно точное название. Красивый, приятный. У меня сейчас губы как будто немного светятся. Вот я в зеркало смотрю и я не пойму. То ли это такая помада. Слегка-слегка, знаете, как будто бы она переливается. Но настолько чуть-чуть, чтобы это выглядело очень естественно и незаметно, что там какие-то сияющие частички. Очень мне, кстати, понравилось. Очень удачно. Буду все вам подписывать. Классное. Сейчас попробую найти освещение, другое сделать фото. Потому что сейчас в камере я вижу, что более коричневым выглядит на губах, чем в зеркале. Так, это была помада линейки OnColor. Теперь будем приступать к стойкой суперматовой помаде The One. Как раз будем сравнивать с цветами, которые в каталоге у меня представлены все цвета, кроме одного. Начнем с самого светлого по порядку. Как самый светлый тон в этой линейке, это естественный розовый. В каталоге его код 41635. Самый верхний. Ну, почти похоже, да? Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на губах. Я крашу без карандашей, без всего. Просто этой помадой. Так, сейчас я сравню в зеркале так же. Ну, в камере чуть более выбеленным выглядит, в зеркале чуть более розовым. Ложится хорошо, но просто я сейчас сравниваю с ощущениями, как ложится вот эта кремовая помада. Ложится чуть сложнее, но ложится мягко. Хорошо разносится и не плешивит. Тон тоже такой нейтральный. Давайте я вам буду сейчас вставлять фото на губах. Берем следующий оттенок. Это персиковый беж. Второй. Тон персиковый беж 41636. Вот такие персиковые оттенки я очень любила, когда училась в институте. Я одну за другой покупала такую помаду. Так. Опять в камере все это выглядит более неоновым. На самом деле это не так неоново. Давайте сначала посмотрим. Так, вот вторая. Ну, сейчас я вижу, да, тоже, и вы, наверное, видите, что в каталоге чуть приглушенней цвет, чем именно помада сама. Так, в жизни. А вот в жизни я вижу, что она абсолютно такая же. То есть сходство хорошее. Пойду фотографироваться. Следующий оттенок, вот третий, темный румянец. 41637. Сравниваем. Похож. Похож. Наносим на губы. Темный румянец, это, знаете, такой нюдовый цвет, получается, в теплую сторону, такой коричневатый, теплый беж. Да, прям он тепленький. Девушкам больше с теплым, с желтым, наверное, подтоном, хотя... Да, теплый. Симпатичный, нюдовый, вот этот цвет на каждый день. Два предыдущих они были, особенно последние из них, более такой неоновый, а этот прям каждый день вполне. Так, сравниваем. Ну вот сейчас с каталогом, конечно, мне кажется, что он не такой. Опять же, в камере сейчас вы видите чуть более оранжевый, сейчас я буду вставлять фото. Сейчас с каталогом отличается, да? Знаете, мне этот оттенок кажется таким интересным. Вот здесь он как будто бы такой нюдовый и коричневый. На губах есть персиковый подтон. Ну, конечно же, это все-таки будет зависеть еще от... Оттенок, который называется шоколадный трюфель 416-38, его мне не прислали. Четвертый сверху. Ну, пересорт у них там, видимо, какой-то был, мне прислали два других оттенка. Поэтому сейчас мы будем смотреть пятый оттенок 416-39, мягкая роза. Вот он. Цвета похожи, да? Мне кажется, все цвета сейчас были более-менее похожи в тюбике и на картинке в каталоге. Ну что, вот она. В камере опять я вижу оранжевое. Давайте сравню с зеркалом. На моих губах она более имеет красно-коричневый оттенок, чем в тюбике. Так, мягкая роза называется она. Мне больше на моих губах напоминает чайную розу с кирпично-красным оттенком. Давайте посмотрим фото. Следующий цвет бархатный лиловый. В каталоге 416-40. Вот он. Давайте смотреть на губах. Так, вот этот цвет. Бархатный лиловый. Что я могу о нем сказать? Опять же, на моих губах он выглядит чуть ярче, более красным, чем в тюбике. Но достаточно он такой носибельный, можно использовать на каждый день. Если вы, например, любите красные помады, но каждый день их носить нельзя все-таки, да? То вот такой вполне ее заменит. На моих губах он выглядит почти красным, приглушенным, с лиловым оттенком. То есть достаточно ярко. Давайте смотреть фото. Пока то, что я вижу, что на моих губах все те оттенки, которые более нюдовые, они смотрятся более яркими, с каким-то красноватым оттенком. Но это зависит от тона ваших губ. Следующий оттенок очень яркий, розовый коралл. Вот он. И он в тюбике такой же, как на картинке. Я представляю, что сейчас будет на моих губах. Да, именно это я себе и представляла. Это розово-оранжевый оттенок, слегка неоновый. Он уже прям такой яркий. Мне кажется, этот оттенок... Ну вот я блондинка, я в зеркале, мне в принципе нравится, как он выглядит. Он теплый. Яркий, теплый, оранжево-розовый. Мне кажется, что он подойдет и блондинкам, и брюнеткам. Следующий оттенок красный рубин. Вот он, второй снизу, и вот он уже не похож. Вы видите, какие отличия. Он больше сейчас похож на... Да, красный рубин, это вот это. Но сейчас я вижу, что он похож больше на другой цвет, который называется вишневый бархат. Но заявлен он, как красный рубин. Вот он. Давайте красный рубин, тон 416-42. Давайте накрасим. Так, этот оттенок называется красный рубин 416-42. Он действительно красный рубин. В зеркале я смотрю и вижу именно красный рубин. Он такой холодный. Красивый и яркий. Вот этот оттеночек мне прям понравился. В камере он сейчас чуть более оранжевый. Он имеет рубиновый оттенок. Яркий такой прям красивый. Переходим к следующему оттенку, который называется вишневый бархат. И он вот он. А похож как раз на этот. Посмотрите, такое ощущение, что вот здесь они просто перепутали что-то. Но в итоге вот... Итак, вишневый бархат. Не похож, да? Похож на вот этот. О, в зеркале. Ой, в камере он такой красивый. Он не такой, как в зеркале. В камере мне он больше нравится. Он такой, знаете, как мои ногти на самом деле. Давайте сравним. Так. Вот этот оттенок. А вот, кстати, так в камере похож на... Оттенок, который у нас остался. Это самый темный оттенок. Как раз их мне прислали два. Это оттенок темный и ягодный. Самый нижний. Вот он. Похож. В тюбике и на картинке похож. Давайте посмотрим. Он похож на прошлый оттенок, но с коричневым оттенком. Так, в камере мне тоже он нравится. И он похож. Похож на то, что я вижу в зеркале, но в камере чуть более красноватый. Ну, такой красивый, да, оттенок. Он похож на вишневый. Как будто бы его разбавили коричневым цветом. Такой вечерний вариант, да. Как будто красно-коричневый такой, темный, глубокий. Красивый. Да. Итак, мы с вами посмотрели 9 оттенков пробников стойкой суперматовой помады The One. На каждом человеке каждый оттенок будет смотреться индивидуально. На ком-то более бледно, на ком-то более ярко. Попробовав все эти помады, я поняла, что на мне каждый из этих оттенков уходит либо в красный, либо в оранжевый цвет. То есть на мне так. На вас это может быть по-другому. Помады все, кроме одного, кроме двух оттенков, которые цвета, как будто бы перепутали вот этих двух оттенков. Остальные цвета пробники в тюбике соответствуют вот этим картинкам. Они все очень похожи, исключая вот эти два цвета, которые как будто бы наоборот сделаны. Наносятся они хорошо, не плешивят, но я не могу сказать, что они наносятся как масло, как вот эта вот помада. То есть это у нас стойкая суперматовая помада, а это суперстойкая матовая помада. Вот суперстойкая матовая наносится как маслица. И я думала, что я заказала именно такие пробники, а оказалось нет. Это наносится чуть хуже, но нормально. Вполне разносится и вообще не полосит. И даже темные оттенки не полосят. Хотя темные оттенки могут в некоторых марках полосить. Здесь нет. Наносится хорошо. Нормально наносится. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно и интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И жду вас в своем телеграм. Спасибо.